привет youtube привет гости канала и подписчики и сегодня хочу с вами поделиться такой небольшой новостью наконец-то сбылась одна моя маленькая мечта и сегодня я получил по новой почте вот такой вот станочек наконец-то у меня появится свой станок я смогу еще более качественно делать свои велосипеды и показать и показывать их вам более качественное более лучше вот а сегодня я при вас сделаю распаковка этого станка мы с вами его соберем посмотрим вот как как он выглядит вживую ну вот покупался станок на увыксе вот цена 2000 гривен вот я от него чудес не жду то есть не надо засыпать там комментариях критика это не станок типа это говно вот в любом случае он лучше дрели вот это однозначно у меня нету такого количества для него задач он их не вывез вот так что смотрим сейчас будем при вас его доставать за ночь польский как я понимаю очень обидно что с польши выгоднее привести такой станок к нам почему мы сами не можем делать такие станки абсолютно непонятно это беда всего постсоветского пространства почему-то с китая привести у нас больше с китая выгоднее чем сделать самому такова жизнь таковы реалии такой написано 1550 ватт не знаю мне кажется что это шутка даю все пишут что это шутка такие двигатели на этих станках не бывает я его еще также как и вы живем не видел сейчас достанем глянем посмотрим по идее станок комплектуется тисками во всяком случае я так заказывал его вот должны быть тиски вот такой к нему идет техпаспорт могут гарантии украинском удивительно вот визиточка там где их покупал кстати воспользовался доставкой вот пришло все за сутки буквально вот цена вот дата покупки вот этой цене 9 99 гривен стоила доставочка вот принципе это нам не надо понятно и так что мы имеем здесь очень легкую площадочку действительно идут в комплекте вот такие небольшие тиски еще одна площадочка с зажимом да сталюка почему-то ожидал что пластинка все-таки будет потяжелее крепеж болты ну и собственно сам станок тадам вот он вот он станочек так штатив от него вот такой штативчик в принципе достаточно толстый хотя все пишут что она тонкая но мне кажется что для такого станка должно хватить ну естественно естественно сам станок так тут еще что то сейчас посмотрим я понимаю все больше в ящике ничего нет а могли положить что-нибудь еще 50 тысяч евро допустим жадные люди пошли так вот наш станок пока ставим его сюда так это нам не надо это пока сюда так мне так кажется стоит установить площадочку вот теперь так вы хотите ну вот вот площадочка идет на резьбе 3 болтика ключик я так понимаю на 10 то есть как бы ничего сложного ставим площадку вот у нас три болта не забываем весь крепеж подкладывать тут нам дали шайбочки похоже что все есть для того чтобы сложить станок и запустить так и сделаем сложим и запустим если все сложить вот то получается резьбы уже не хватает вот вот вам уже и начальное так сказать впечатление ладно положим на одних шайбах хотя тоже резьбы получается у нас немного ну что есть иного нам не дано зато появляются лишние метизы это тоже плюс метизы лишними не бывают поэтому хозяйстве сгодится все что не сгодилось сегодня сгодится на днях ключик видать на 13 даже не найдется ключика подходящего быть до ключики ключик подошел на 13 я пока сильно затягивать не буду потом уже сам самостоятельно дотяну всю вот такая площадочка на площадочку одевается вот этот стол и уже на все вот это дело а еще будут потом тиски тиски видно тоже должен быть какой-то крепеж может и не должен вот еще нужно патрон одеть будет удобнее когда он одевается исключительно на конус набили и все и считайте отдельно туда можно установить устанавливать станок вот так выглядит этот станочек в комплекте идет ключ в комплекте идет ключ винтить вот эти штуки вот сюда можно винтить одну если кому-то достаточно одной есть и такие любители я пока ставлю все три а там будет видно до ночи конечно такой жиденький мягко скажем ну в принципе как я говорил я чудес от него не ожидал я думаю что для моих задач его должно вполне хватить и все жалуются на этих станках на люфт пиноли то есть на полном выходе ух ты это вообще такое состоянии это это ужасно ну пока люфта как такового не ощущается да это все надо в идеале чистить и смазывать конечно вот такое состояние никуда не годится так быть не должно непонятно зачем вот эта штука если кто-то знает напишите потому что я что-то что-то не понимаю думал стекло может на него ставится какое-то не вижу в комплекте стекла но кабель небольшой идет ну и как бы пуск будет плавненько действует я к нему еще обязательно буду делать лампочку подсветку чем он понравился мне вот у него тут 10 передач шестеренки должны быть если не обманули ой не шестеренки а шкивы должны быть металлические сейчас вместе с вами глянем насколько они металлические если они будут пластмассовые я конечно заплачу уже нет все таки ожидания меня не подвели вот имеем металлические алюминиевые шестеренки ну все это надо смазать почистить двигатель без опознавательных знаков это я так понимаю натяжка пасека ну ну вот такой вот станок ну я думаю мне его должно хватить для моих задач а вы для себя уже смотрите сами решайте сами если у кого-то есть опыт вот работы вот таким станком пишите ваши впечатления вот вот пески еще здесь должны быть ну вот такой вот станок если у вас есть опыт и какие-то советы с удовольствием вас услышу вот с удовольствием выслушаю ваши комментарии вот спасибо что смотрели дальше буду свои впечатления попозже излагать на своем канале так что подписывайтесь на канал если не жалко там лайк дизлайк вот спасибо что смотрели до новых встреч